Здравствуйте, друзья! Поводом для этой темы стало сообщение, которое я недавно прочел в заглаве одной статьи на сайте BBC. Давайте сейчас прочтем это сообщение вместе. Вот что здесь написано. Ватикан разрешил благословлять однополые пары, но не в рамках службы. И дальше мы можем прочитать в этой статье следующую информацию. Доктринальный отдел Ватикана впервые, обратите внимание на слово впервые, впервые разрешил католическим священникам благословлять однополые пары. Однако согласно его решению, это не должно делаться в рамках служения, литургий или каких-либо иных формальных церковных ритуалов. Ни для кого не секрет, что мы сегодня с вами живем в таком мире, в котором уже потеряны все ориентиры и переедены все границы. Большинство живущих в нашем мире одобряют такие вещи, от которых в ужасе отшатнулись бы люди, которые жили на этой земле 50 или 60 лет тому назад. Прочитав это сообщение с сайта BBC, я решил, что вам, нашим зрителям, будет полезно и интересно вспомнить о том, что говорит Библия о таких понятиях, как благословение и проклятие. В нашем мире, как вы только что смогли заметить, эти два понятия уже перемешаны. Религиозные деятели, а что уж можно сказать об обычных людях, религиозные деятели благословляют сегодня тех, которых Бог никогда даже и не думал благословлять. Но давайте обо всем по порядку. Со словами благословения и проклятия мы можем встретиться уже на первых страницах Библии. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он произнес свое благословение над этой первой супружеской парой. Вот что говорит об этом Библия. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Обратите внимание, Бог благословил первую супружескую пару, которая состояла из мужчины и женщины. Не из мужчины и еще одного мужчины, и не из двух женщин. Но первая семья, созданная Богом, была создана из мужчины и из женщины. Друзья, уже в самом начале Бог достаточно ясно объяснил свою волю, Он объяснил, какой вид супружеских отношений Он принимает, и какой вид брака Он благословляет. Вот по какому случаю в самом начале Библии мы можем встретить слово благословение. А теперь давайте прочтем некоторые стихи, в которых встречается слово с противоположным смыслом, и это слово проклятие. Вот первый случай в Библии, в котором мы можем встретить это слово проклятие. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Итак, мы с вами уже прочитали о том, как Бог благословил первых людей, а только что мы с вами прочли о том, как Бог произнес проклятие для Адама и Евы. И здесь же в этом стихе мы можем найти ответ на вопрос, за что Адам и Ева получили проклятие. Вот что Бог тогда сказал. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. И так далее. Друзья, этот вопрос несложно понять, не правда ли? Если мы с вами будем делать добро и соблюдать Божьи заповеди, то что мы в ответ получим? Мы в ответ получим благословение. И наоборот. Если мы будем нарушать Божьи заповеди, то в ответ мы получим проклятие. Вот так это все работает, друзья. Так работают эти законы в том мире, в котором мы с вами живем. Когда мы с вами учились в школе, учителя нам рассказывали о всем, чем угодно. Нам рассказывали о различных законах. О законах физики, о законах химии, о законах математики. Например, учителя нам объясняли, что в мире, в котором мы с вами живем, есть такой закон, который называется закон всемирного тяготения. И согласно этого закона, любое тело, которое мы бросаем, оно упадет на землю. И мы, когда были школьниками, задавали вопросы своим учителям. А почему все тела падают на землю и не улетают вверх? И они нам отвечали, потому что это закон, этот закон работает. И сколько бы раз вы не бросали бы какой-нибудь предмет, он непременно в результате упадет на землю. Но знаете, что нам не рассказали наши учителя в школе? Нам не рассказали о том, что наряду с законами физики, математики и химии существуют еще и законы нравственности, которые Бог точно так же установил, как и законы, которые мы постигаем в различных науках. И точно так же, как в нашем мире работает закон всемирного тяготения, точно так же работает и закон благословения и проклятия. В Библии этот закон представлен многократно и в различных словах и формах. Если говорить коротко, суть этого закона заключается в следующем. Если ты, человек, будешь соблюдать Божьи заповеди, то в ответ ты получишь благословение. И наоборот, если ты, человек, дерзнешь нарушать Божьи заповеди, то в ответ ты получишь проклятие. Все очень просто, друзья. Все очень и очень просто. Не нужно ничего путать и не нужно ничего извращать. Бог изложил свои правила и свои законы предельно ясно, просто и понятно. Давайте сейчас прочтем и посмотрим, как этот закон о благословении и о проклятии сработал в жизни одного известного вам персонажа Библии. Вот что здесь написано. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Вы обратили внимание, друзья, Каин убивает своего брата Авеля, и Бог сразу же говорит Каину, и ныне проклят ты от земли. Друзья, проклятие это не пустые слова. Это закон. Я не случайно только что вспоминал закон всемирного тяготения. Проклятие это такой же самый закон. Каин нарушил закон Божий, Каин убил своего брата Авеля, и над ним сработал закон проклятия. Послушайте то, что получил Каин за свой поступок. Бог говорит, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Итак, вы уже поняли, как сработал этот закон над Каином. Бог сказал Каину, что при возделывании земли тот не получит урожая. Потому что земля не будет давать силы для него. Вот так работает закон проклятия. А кто проклял Каина? Да он сам себя и проклял. Вы согласны? Сегодня можно слышать, как люди говорят, у меня в жизни проблемы, такое впечатление, как будто кто-то меня проклял. Друзья, поразмышляйте на досуге над этой темой и рассмотрите свою жизнь. Нарушая Божьи законы, вы сами включаете в своей жизни закон проклятия. Никто вас не проклинает. Вы, возможно, спросите, а существуют ли какие-то исключения из этого закона? Да, друзья, как и в каждом правиле, и в каждом законе, в этом законе тоже есть исключения. Но, так скажем, в большинстве случаев, человек сам себя ставит в такое положение, когда над ним срабатывает этот закон, и этот человек пожинает в своей жизни проклятия. Но, возможно, у кого-то из вас возникнет вопрос. Но бывают же случаи, когда кто-то кого-то проклинал и это срабатывало. Для ответа на этот вопрос, давайте сейчас прочтем один стих из книги-притчей. Послушайте, о чем говорится в этом стихе. Как воробей вспорхнет, и как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Как понимать эти слова? А вот как написано, друзья, так и нужно понимать. Если вы поступали правильно, и не делали зла, и не нарушали Божий закон, то даже если найдется человек, который попытается вас проклясть, или навести на вас, как сегодня любят говорить, порчу, то Библия говорит, что это незаслуженное проклятие не сбудется. Вот так работает этот закон благословений и проклятий. Что вы скажете, важно нам знать этот закон, или не важно? Очень важно. Догадываюсь, что многие из вас сейчас сидят и думают, о, если бы когда я был молодым, мне кто-то тогда рассказал об этом законе, возможно, моя жизнь была бы совершенно другой. Я тогда бы не надел столько ошибок, за которые я сейчас расплачиваюсь. Не печальтесь, друзья. В той или иной мере мы все с вами подпадаем под действие этого закона. Проклятие. У Бога для вас есть добрая весть сегодня. Но об этом мы поговорим немножко позже. А сейчас, от времени Каина, мы перейдем к другой семье и к другим людям, и посмотрим то, как этот закон благословения и проклятия сработал в их жизни. Вот что Библия говорит об этой семье. Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Но и проспался от вина своего, и узнал, что сделан над ним меньше сын его, и сказал, «Проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих». Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Да распространит Бог и Афета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Известная история. Вы согласны? Даже некоторые дети в нашем мире знакомы с этой историей. Ноя выпил вина и лежал пьяный и раздетый в своем шатре, и один из сыновей Ноя, которого звали Хам, увидел своего отца в таком состоянии и пошел и рассказал своим братьям. Ну а рассказывать можно по-разному. Вы согласны? Видимо, Хам рассказал об увиденном в насмешливом тоне. Но два других сына пошли задом, как мы только что прочитали, чтобы не видеть ноготы своего отца и накрыли его одеждой. Вот такой поступок. И каждый из сыновей в результате своего поступка получил свое. Что получили Сим и Афет? Они получили благословение. А Хам получил проклятие. Друзья, я хочу, чтобы вы сейчас правильно поняли, о чем нас учит эта история. Ной не произносил над Хамом никаких особых формул и никаких особых заклинаний и проклятий. Дух Святой через Ноя предсказал судьбу Хама. Ной не проклинал Хама и его потомков. Ной сказал Хаму, ты сделал вот это, и ты не проявил почтения ко мне, как отцу. Теперь у тебя в жизни и в жизни твоих потомков будут вот такие последствия твоего поступка. Вы, наверное, знаете, что Хам является родоначальником народов, которые впоследствии заселили Африканский континент. А что сказал Ной о потомках Хама и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Итак, Хам согрешил, а проклят кто? А проклят Ханаан. Ханаан это сын Хама. А при чем здесь Ханаан, спросите вы? Дело в том, друзья, что Хам имел в своем характере вот эту черту, которая повлияла не только на его судьбу, но и на судьбу его потомков. Во многих последующих поколениях, потому что его потомки унаследовали эту черту от Хама. Давайте сейчас прочтем то, как Олен Вайт в своей книге «Патриархи и пророки» описывает эту ситуацию с проклятием Ханаана. Послушайте, это интересно. Противоестественное преступление Хама говорило о том, что сыновняя почтительность к отцу давно исчезла, что вместо нее в сердце его гнездились низость и беззаконие. Эти дурные наклонности продолжали развиваться в его сыне Ханаане и его потомках, «виновность которых вызвала суды Божьи». Конец цитаты. Вот еще одна цитата по этой же теме. Потомки Ханаана опустились до самых низких форм язычества. Хотя, согласно пророчествам, они и должны были стать рабами, но исполнение этого проклятия откладывалось в течение целых столетий. Господь терпеливо переносил их нечестие, развращенность, пока они не переполнили меру божественного долготерпения. Затем они утратили свою независимость и стали рабами потомков Сима и Иофета. И еще одна короткая цитата, которую мы сейчас прочтем. Эллен Вайт здесь пишет. «Как правило, дети наследуют наклонности и нрав своих родителей и подражают их примеру, так что грехи родителей повторяются в их детях из поколения в поколение. Так невежество и непочтительность Хама повторялись его потомками, навлекая проклятие на многие поколения. Один согрешивший погубит много доброго». Это цитата из книги Экклесиаста. Итак, друзья, вот так работают эти законы. Как мы только что с вами видели, этот закон срабатывает в обе стороны. И в сторону благословения, и в сторону проклятия. Итак, мы с вами шаг за шагом подготавливаем основания для того, чтобы должным образом оценить то решение, которое недавно было принято в католической церкви по поводу благословения католическими священниками однополых пар. Нам осталось пару шагов, и мы поговорим об этом решении католической церкви. Но прежде я должен напомнить вам историю еще одного человека. Этого человека однажды попросили за деньги произнести проклятие над теми, которые не были достойны этого проклятия. Вы уже, наверное, догадались, что я сейчас говорю о пророке в Аллааме. Этот пророк настолько сильно любил деньги, что однажды за деньги он попытался проклясть израильский народ. Давайте сейчас прочтем о том, какие слова вместо проклятия тогда вышли из уст в Аллаама. Он тогда сказал, «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, он имеется в виду Бог благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Итак, друзья, Аллаам хотел проклясть израильский народ, но вместо проклятия из его уст выходили другие слова, из его уст выходили благословения. На основании этой истории мы с вами можем сделать несколько выводов. Вывод номер один – проклятие не работает, если какой-либо отдельный человек или целый народ не сделал ничего такого, чтобы над ним сработал этот закон проклятия. Поэтому, сколько Аллаам не пытался, у него так и не получилось проклясть народ израильский. Почему не получилось? Потому что закон о благословениях и проклятиях – это закон. И как всякий закон, он срабатывает только при определенных условиях. Если тот, кого хотят проклясть, не сделал ничего такого, чтобы этот закон сработал, то этот закон не сработает. Надеюсь, вам это понятно. Но если вам это понятно, то вам будет понятна и другая сторона этого закона. Если человек нарушает Божий закон, то первое – его нельзя благословлять. И второе – сколько бы вы не благословляли этого человека, вместо благословения он все равно получит обратное. Он получит проклятие. Еще я хочу сейчас предупредить некоторые ваши вопросы. В Библии есть вот такие стихи, которые вас могут смутить. Вот, например, как этот стих, в котором написано «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Догадываюсь, что некоторые из вас могут, не разобравшись, применить этот текст, как призыв благословлять людей, делающих злые дела. Но здесь речь немного о другом. Если вы внимательно рассмотрите этот и другие тексты на эту тему, то заметите, что речь в этих текстах идет о том, чтобы не злословить и не обзывать злыми словами своих врагов и гонителей. Об Иисусе сказано. Вы понимаете, друзья, что в этом тексте говорится не о том, чтобы благословлять людей, которые намеренно делают злые дела, а потом приходят к вам и вы произносите над ними благословение. Я надеюсь, что вы уже поняли, что здесь речь совершенно о другом. Ну хорошо, а теперь, друзья, мы с вами вернемся к той статье, с которой мы начали сегодняшнюю тему. Напомню, в заглавии этой статьи написано «Ватикан разрешил благословлять однополые пары, но не в рамках службы». Друзья, вы теперь, наверное, уже понимаете всю абсурдность того, что произошло по этому вопросу в Ватикане. Вы не можете благословлять тех, которые открыто нарушают Божий закон. Нет, вы, конечно, можете их благословлять, сколько вам будет угодно, пока не устанете. Но над этими людьми все равно будет срабатывать другой закон – закон проклятия. Пока они не раскаются в своем поведении, в том или ином виде над ними будет срабатывать закон проклятия. Друзья, это закон, и мы с вами только что уже выяснили, что всякий закон, установленный Богом, он работает. Бог строго следит за тем, чтобы его законы работали. Послушайте то, что написал однажды по этому вопросу апостол Павел. Друзья, скажите, разве в этих стихах сказано, что Божий закон благословений и проклятий срабатывает только для каких-то определенных народов, в то время как для других народов он не срабатывает? Нет, конечно. Здесь написано, что скорбь и теснота всякой, обратите внимание на слово «всякой» душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Эллина. Теперь вам понятно, что произошло однажды в Содоме и Гаморе. Ничего необычного там не произошло. Там просто сработал закон. Жители тех городов делали зло. Они очень долго делали зло и жили во зле. Известно ли вам, что народы, которые жили по соседству с этими двумя нечестивыми городами, страдали от жителей этих городов? Они вопияли к Богу об отмщении. Вот что однажды сказал Бог Аврааму об этих двух городах. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. В этих двух городах год за годом происходили страшные вещи. Могло показаться, что Бог никак не реагирует на то, что происходит в этих двух нечестивых городах. Но пришел момент, и все быстро закончилось. Все быстро изменилось. Закон сработал. А теперь давайте немного порассуждаем над тем, что происходит в наше время. Мы сейчас наблюдаем, как происходят эпидемии, кровопролитные войны, землетрясения и ураганы. Вы не задумывались, почему все эти явления вдруг увеличились? Дело в том, что беззаконие переполняет наш мир. Беззаконие в различных видах и формах. И те бедствия, которые мы сейчас наблюдаем, это последствия нарушенного закона Божьего. Вы ошибаетесь, друзья, если думаете, что только католическая церковь сегодня заигрывает с представителями ЛГБТ-сообщества. Посмотрите вот это короткое видео. Здесь вы увидите много интересного по этой теме. В англиканской церкви, одной из самых крупных на Западе религиозных общин, нарастает кризис. Базовые принципы все больше отступают под натиском того, что принято называть европейскими ценностями. После легализации светских однополых браков благословлять такие пары начали священники. Все, чтобы угодить пастве. Но активистам ЛГБТ этого мало. Они теперь требуют полноценного венчания. Лиза Герсон пыталась понять, а есть ли черта, за которую церковь не может переступить. По данным последней переписи населения, впервые христиан в Британии меньше половины, 46%. И средний возраст их вырос до 51 года. Но церковь Англии не хочет терять паству молодежи и работу, возвращаться в темные дохристианские времена. Она желает быть прогрессивной, современной, либеральной. Я хочу обвенчаться со своим возлюбленным в церкви. Его зовут Питер. Мы вместе уже много времени, а на прошлой неделе обручились. И теперь хотим венчаться в церкви. Мне лично очень больно, что мы не можем это сделать. Светские гомосексуальные браки стали законны в Британии в 2014-м. Под дальнейшим давлением неудовлетворенных этим ЛГБТ-сообществ, Сино Церкви Англии разрешил на этой неделе благословлять уже заключенный гражданским актом брак однополых пар в церкви. Идею поддержал архиепископ Кентерберийский. Слишком много людей, особенно по теме сексуальных отношений, слышали слова отторжения, произнесенные человеческим языком. Но благословение церкви – это лишь слова одобрения и напутствия. Лоббистам однополых браков этого тут же стало мало. Они требуют полноценного обряда венчания, чтобы один другого вел под венец. Благословение церкви – это унижение. Благословлять можно зверушек, собак или морских свинок. А мы, члены ЛГБТ+, не зверушки. Мы заслуживаем уважения и равных прав. Конкретно с морскими свинками браки в Британии пока не заключались, но англичанка Кейт из деревни Сефтон вышла замуж за дерево и взяла его фамилию. Теперь она Катерина Бузина. Дебра Ходж вышла замуж за свою кошку Индию. Это одновременно и анималистический, и однополый брак. Так что простор для требований к англиканской церкви может расширяться, а интерес к ней сужается. Как вы считаете, друзья, может Бог вот это благословлять? И еще вопрос, к чему придут верующие люди, если они согласятся с тем, что Бог вот это все благословляет? Благословить что-то, это еще означает согласиться с этим. Это означает поддерживать это, продвигать это. И еще один вопрос, как вы считаете, друзья, как будут смотреть члены ЛГБТ-сообщества на то, что священники католической, англиканской и других церквей их благословляют? Не будет ли для них такие благословения своеобразным одобрением их образа жизни? Я думаю, что именно так это все и выглядит. Они будут думать, раз нас благословляют в церкви, значит мы живем правильно, и у нас все в порядке. Тогда как все не в порядке. Вместе с тем, нужно, наверное, сейчас сказать пару слов для тех людей, которые однажды попали под дурное влияние этой моды, так скажем. Если среди наших зрителей есть те, которые уже поняли, что их втянули в это нехорошее дело, друзья, очень вам советую, действуйте быстро и решительно, пока вас это не погубило. Бог резко отрицательно относится к этому явлению. Библия ясно говорит о том, что все, кто хоть каким-то образом будут связаны с этими ЛГБТ-сообществами, спасены не будут. Вот послушайте, или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследует. Это то, что говорит Бог в Своем Слове, друзья. Ни блудники, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, Царство Божие они не наследуют. Но здесь есть еще и продолжение, в котором для вас есть надежда. Павел дальше пишет, и такими были некоторые из вас, но что они сделали? Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вы видите, друзья, во времена Павла все это уже было. Может быть, только не в таких масштабах, как сейчас. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Друзья, у нас есть возможность омыться, осветиться и оправдаться именем Господа нашего, Иисуса Христа. Не упускайте этой возможности. Нам нужно омыться. Здесь не говорится о физическом омытии. Нам нужно принять Иисуса своим Спасителем. Нам нужно попросить Его, чтобы Он нас омыл внутри, в нашем сердце. Чтобы Дух Святой, вводя в наше сердце, омыл, осветил и оправдал нас. И закончить нашу сегодняшнюю тему. Я хотел бы чтением цитаты из трудов Духа Пророчества. Здесь очень интересно написано. Послушайте это, друзья. Сегодня к жителям земли обращена весть Божья. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. А теперь послушайте внимательно. Современное состояние общества, особенно в больших городах, ясно свидетельствует о близости суда Божьего, о близости конца. Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех веков. Вскоре последуют одно за другим различные бедствия. Пожары, наводнения, землетрясения, войны и кровопролития. Мы не должны удивляться тем великим грозным событиям, которые начнут происходить. Ибо ангел благодати уже больше не будет защищать нераскаявшихся. И дальше идет цитата из книги порока Исаии, в которой написано. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. И далее Лен Вайт здесь пишет. Пусть благословит нас Господь ясно понимать эти темы и правильно реагировать. Аминь. До слуха многих людей в нашем мире доходят слова приглашения Христа. «Придите ко мне, и я успокою вас». Эти слова являются призывом сострадательного Спасителя, чье сердце, исполненное любви, обращено ко всем, кто блуждает во мраке вдали от Бога. И в ответ на этот призыв в сердцах многих, кто действительно жаждет помощи, которую можно найти лишь в Иисусе, рождается намерение вернуться в дом Отца. Но есть люди, которые, подобно Фоме, часто задают один вопрос. Как мы можем узнать путь? Дом Отца кажется далеким, а дорога такой трудной и неопределенной. Какие шаги ведут домой? Название этой книги говорит о ее миссии. Она указывает на Иисуса, как на того единственного, кто способен удовлетворить потребности души и направить сомневающихся на путь мира. Эта книга шаг за шагом ведет по пути христианской жизни всякого, ищущего праведности. Она ведет к той полноте благословения, которая обретается в полной самоотдаче и непоколебимом доверии Богу. Мы представляем вам удивительную книгу, которая так и называется «Путь ко Христу». Эта книга была переведена на 117 языков мира. В этой книге всякий внимательный читатель сможет найти практические советы, как прийти ко Христу и получить мир, надежду и спасение. Ссылку на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к этому видео.